Мы с вами продолжаем работать вот с этой пейзажной фотографией. В этом уроке мы с вами будем работать с лесом. Для начала давайте его осветлим. Перейдем на слой фон, создадим копию фонового слоя Ctrl-J. Сделаем активным маску слоя кривые 1. Удерживаю клавишу Alt, нажмем клавишу Alt, щелкаем по маске слоя кривые 1 и перетащим ее на слой фон копия. Мы получили слой фон копия с маской. Если мы теперь будем осветлять наш лес, то у нас будет осветляться небо, так как у нас маска сейчас настроена на небо. Поэтому мы должны с вами маску инвертировать. Я нажимаю сочетание клавиш Ctrl-I. И теперь очень важный момент. Мы должны с вами сделать не активную не маску, а сам слой. То есть я щелкаю левой клавишей в слове по миниатюре слоя фон копия. Перехожу в изображение коррекция и выбираю пункт тени света. Вы видите, как сразу у нас осветлилась нижняя часть, весь лес. Но это у нас эффект, который стоит по умолчанию всегда. 35% осветления теней немножко у нас довольно сильный. Необходимо его уменьшить. Но прежде чем уменьшить, давайте мы с вами увеличим контрастность средних тонов. Попробуем, что у нас получится. Сейчас я беру за этот ползунок и передвигаю вправо. Контрастность у нас увеличивается. И немножко затемняется изображение. То, что мы с вами и хотели. Вот так вот. К сожалению, окошко очень большое. Не помещается у нас в окошко записи. Давайте посмотрим. Вот так у нас было. Вот так стало. Наверное, эффект на тенях попробуем чуть-чуть уменьшить. Все-таки не 35%. Сделаем поменьше. В результате я сделал даже побольше. За счет того, что мы с вами подняли контрастность средних тонов до 43. И у нас лес затемнился. Поэтому эффект теней чуть-чуть я увеличил. Вот так у нас было. Вот так стало. Неплохо. Нажмем ОК. И посмотрим. Вот так у нас было. Вот так стало. Так, продолжим заниматься лесом. В принципе, у нас довольно неплохо выглядит. Но можем немножечко с ним поработать еще. Для этого я создаю еще один слой. Кривые. Корректирующий слой кривые. Щелкаем по средней иконочке в палитре слои. И выбираем пункт кривые. Перейдем пока на палитру слои. Вы видите, что у нас создался слой кривые 2. И на этом слое белая маска. Нам необходимо перетащить маску с фон копии. Так как у нас здесь распространяется воздействие на лес на маску кривые 2. Как это делать, я уже вам говорил. Удержим клавишу Alt. Щелкаем по маске фон копии. Слое фон копии. Удерживаем. И просто-напросто перетаскиваем на маску кривые 2. Появляется окошечко заменить слой маску. Соглашаемся. И у нас на слое кривые 2 появилась маска. В результате чего у нас кривые будут воздействовать только на лес. Щелкаем два раза по миниатюре слоя кривые. Переходим к настройке кривых. Выбираем канал синий. И нижнюю левую точку тени передвинем немножко вправо. Видите, как у нас меняется немножко цвет. Стал более такой интересный. Возьмем зеленый канал. То же самое сделаем. Передвинем нижнюю левую точку вправо. Можем получить. Видите, какие цвета. Нам не надо, конечно. Чуть-чуть. Тоже вот так сделаем. И верхнюю правую точку передвинем чуть-чуть влево. Посмотрим. Вот так вот неплохо. И, наконец, красный канал. Увеличим красноту. Видите, как у нас зелень заиграла. И можно верхнюю точку посмотреть. Чуть-чуть влево передвинуть. Давайте посмотрим. Вот так у нас было. Вот так стало. Видите, она стала такая, как будто более густая зелень. Немножко добавилась красной краски у нас. И зелень стала выглядеть более интересно. Давайте посмотрим. Вот так у нас было. Вот так у нас стало. Вот таким образом мы с вами поработали с лесом. Давайте посмотрим, что же у нас все-таки уже получается. Вот такая фотография у нас с вами была в самом начале. Видите, на первый взгляд, когда мы с вами только открыли это изображение в Photoshop, вроде бы смотрелось все неплохо. Но когда мы с вами поработали, посмотрите, насколько значительно лучше смотрится сейчас наша фотография. На этом пока закончим. Я жду вас в следующем заключительном уроке. Вот так у нас все-таки.